Привет, с вами Зендерс, и сегодня будет расследование, сегодня будет теория, кто такой Назрат из Монахини. Этот персонаж появился совсем недавно, деньков четыре назад вышло обновление с ним, и сейчас уже три, но будет четыре, в общем, и я просто не могу не рассказать про него, я должен про него рассказать, выпустить отдельное видео и рассказать, кто он такой, хотя у меня нет теорий, я не подготавливаюсь к этому видео, так что все теории я буду придумывать на ходу, ладно, что-то я во время видео все теории буду придумывать, хотя я готовился вчера, но не особо готовился в общем, забейте, забейте болт на, о господи, что я сказал, и начнем с того, когда нам собственно про него сказали, нам его сказали про него, мне опять придется новости искать, господи, я в предыдущем видео искал новости и сейчас буду, но хотя это было недавно, Назрата впервые анонсировали 7 ноября 2020 года, и там показали секретное аудио, именно вот это. Хотя не факт, пусть будет. В общем, ну в этом аудио что-то, но если честно перевод уже не помню, он был там давно, его кто-то там делал, много чего, кто там делал, 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 кто-то делал. но магия монтажа блин и скажу я вам и если честно то я его не таким уже надо увидеть то есть впервые нам его показали вашей не в дальнейшем не юзе то есть три недельки назад нам показали его силуэт именно вот этого чучело это было назад я надеюсь вы до этого момента посмотрели видео а то я просто сейчас сейчас говорю суть этого в общем вот этого чучело это назрад и вот это чучело которые которые было в самом мнении тоже назад я думал он будет такой здоровый как палка демон такой как здоровый здоровый красный хрен а в итоге нам подсунули какого-то барана который исполняет желание в огне вы понимаете какую-то мага барана который в огне стоит я не понимаю у кеплеренсов похоже фантазия закончилась я точно когда напишу им кто рисует и кто создает в очередь модельки кто вообще это рисует все я обязательно из когда-то им напишу ну серьезно какой нафиг баран собственно так ну если честно неплохой получился я не понимаю вот это вот чучело который нам показали три недели назад это силуэт это назрад который сейчас в игре или это какой-то другой его изменили а то он просто выглядит как-то по-другому хотя чем всего лишь силуэт видно что он также держит руки он в огне и в общем я не могу сказать это вообще тот назрад который сейчас или нет и собственно откуда он взялся я не знаю откуда он взялся демоны откуда-то берутся видимо видимо был какой-то демон и монахиня решила вызвать какого-то спасителя демона который бы спас ее то есть родил бы рода и она призвала именно этого демона потому что потому что потому что он был один единственный на если я объяснил все и самый непонятное что было в концовке этого этой новой концовки это то что почему когда когда монахиня падает там вот это вот краска разлюбается на главного героя ну пусть мальчика с синими руками он у становится синие хотя я не понимаю логики я помню как старой версии там было написано что что я окрасил руки специально специально а тут она это совершенно случайно получилось в концовке я понимаю конечно логику хипплеренцев я уже более двух лет эту логику понимаю но но этой логики нету нету господи боже мой и почему назад там в конце вот это самое загадочное в этой концовке вашу назад в конце рассмотрят на главного героя и что там подмигивает я не знаю почему может быть может быть именно назад отрубил ногу этому пацану главного героя хотя это наверное сделал монахини из-за того что она стала больной но может быть это сделал назрад ну не фактную может быть это все у как раз таки назрад я не знаю что больше рассказать могу рассказать про вот это вот чучело которое было в монахини один который мы должны собрать в голове сатанинский ритуал может быть это какой-то прототип назрада какой-то его брат или может быть его вещи или может быть он сам вымерший я не знаю но все возможно все возможно и мне наверно больше нечего рассказывать хотя хотя я не знаю много часов спустя да я ничего больше рассказать не могу точнее могу но я это расскажу уже в следующем видео за что всем спасибо за просмотр всем удачи и пока